Итак, мы сегодня в Цюрихе. Цюрих занимает первые места в рейтинге, как один из самых из удобных городов мира. Местные жители разговаривают на немецком языке. Так как же здесь живут люди? Декретный отпуск всего 14 недель, а за частный детский сад вы заплатите около 3000 франков. Это касается деток до трех лет. А после трех лет много платить не придется. Всего лишь за еду 24 франка в день. О банках. В банках сейчас лежат около 8 миллиардов евро. Но никто не гарантирует, что деньги сохранятся. Если банк лопнет, то, к сожалению, ваши деньги тоже пропадут. Средняя цена жилья в Цюрихе, это в хорошем районе, может даже стоить 5000 франков в месяц. Как говорится, страна пенсионеров, поскольку пенсии здесь очень хорошие. 1100 франков, самая минимальная пенсия. К этому считается 60% от зарплаты, которую человек заработал на протяжении жизни, и личные отложения. Хочу сказать, что есть пенсионеры, к сожалению, есть, которым не хватает даже на еду. Это тоже присутствует. В Цюрихе имеются и бездомные. К сожалению, социала им большого не платят. Единственное, что может гарантировать им эта страна, так это высокую безопасность. А жить в Цюрихе, это значит платить абсолютно за все. Можно похвалить местные власти, поскольку Цюрих моют улицы только обычной водой, без всяких добавок. Для чего? Для того, чтобы не загрязнять воду в озерах и реках, поскольку с них практически пьет весь город. Ценителям достопримечательностей я скажу, что ничего особенного в этом городе я не заметила. Это один из европейских городов. По сравнению с Францией либо Венецией, он обычный. Лично мое мнение, переехать в Цюрих – это огромный риск, поскольку он может либо воспринять, либо, как говорится, переживать и выплюнуть. Поэтому можно поехать, если вы хороший специалист и вам гарантированно обеспечат хорошую работу. Ну а мы покидаем этот город и едем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова